МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Бобрусская белшина в числе лидеров чемпионата Беларуси по футболу. И это не сон. О последней победе шинников первый сюжет нашей программы. Можно тут вот глядить? Нет, хорошо. Мне не страшно, что я бродаю. Юные пятиборцы знакомятся с одной из дисциплин своего вида спорта. Расскажем в тренировочном дне. Вероника Иванова и Анна Марусова, девушки из Могилева, призерки первых европейских игр, продолжаем собирать медали соревнований в Баку. В то время как на первых европейских играх, которые проходят прямо сейчас в Баку, белорусы завоевывают медали, в том числе и представители Могилевской области, у нас на родине тоже есть события, заслуживающие внимания. Обо всем этом мы расскажем прямо сейчас в программе «Спорт М». Приветствую вас. Бобрусская белшина нанесла поражение Мозырской славе в домашней встрече 10-го тура чемпионата Беларуси по футболу. Шинники переместились на вторую строчку в турнирной таблице. А все благодаря двум голам в первом тайме отличились Илья Галюза и Сергей Рожок. Нужно отметить, что трибуны болельщиков у бобручан были заполнены практически полностью. Хозяева не подвели и показали красивый футбол. Первый тайм стабильно, идут игру, хочу сказать, у славы мало шансов. Сейчас я хожу на белшину с удовольствием, потому что приятно посмотреть, что ребята играют нормально. Белшина выигрывает, ну, чтобы белшина также дальше продолжала. Во втором тайме футболисты славе, желая наверстать упущенное, стали вести грязную игру. За грубость предупреждения получили сразу несколько футболистов. На 70-й минуте за повторное нарушение был удален Сергей Тихановский. Мазыряне продолжили игру в мельчинстве. Однако белшиновцы не спешили реализовать моменты и просто сохраняли голевое преимущество. Итоговый счет 2-0 в пользу бобручан. Мы позволили проводить какую-то контр-игру и несколько моментов, которых Вартай выручил. Но в любом случае я, конечно, благодарен своим футболистам, что домашний матч, который для нас был очень важным, мы понимали, что вроде бы как и фавориты в этом матче, хотя это так абсолютно пеноминально, но, как мне показалось, мы были готовы к этому матчу и нам удалось, скажем так, устранить сильные стороны соперника. Следующий матч Шимики проведут на выезде с футбольным клубом «Минск». Пока у бобруской команды есть преимущество перед будущим соперником на 8 пунктов турнирной таблицы. Ну и теперь новости из столицы Азербайджана, Баку, где проходят первые европейские игры. В составе белорусской команды участие в соревнованиях принимают и представители Могилевщины. О золотой медали братьев Богдановичей мы вам уже рассказывали. Чуть позже пришло известие о бронзовой награде могилевчанке Веронике Ивановой. В Вольнице в категории до 60 килограммов в поединке за третье место победила соперницу из Литвы Гидри Блекайтита. Причем Иванова выиграла поединок досрочно на туше. Уже со стартовых мгновений этой встречи будущая обладательница бронзовой награды завладела преимуществом. Первый период выиграла 2-1, а с начала второго стремительно наращивала превосходство над литовкой. При счете 6-2 Вероника Иванова провела прием, прижала лопатки противницы к ковру, что означало чистую победу. 5-0 и бронзовая награда. Ну а утром четверга пришла еще одна приятная новость. Женская сборная Беларуси по стрельбе из лука завоевала серебряную медаль в командном турнире. В составе нашей сборной выступала и могилевчанка Анна Марусова. Наши проиграли финал итальянкам со счетом 3-5, а до этого были победы над сборными Испании, Германии и Украины. Что касается мужской белорусской команды, в составе которой выступают два могилевчанина, Антон Прилепов и Александр Лягушев, в 1-8 финала наша команда уступила сборной Испании и выбыла из борьбы за медали. Но соревнования продолжаются. На этой неделе ждем выступления батутистки Татьяны Петрени в синхронных прыжках, а также борцов, боксеров и тех же могилевских лучников уже в индивидуальных видах программы. Так происходит знакомство юных пятиборцев с лошадьми. Мальчишки и девчонки из разных школ областного центра занимаются в спортивном летнем лагере. На каникулах таки открыты по всей области. Сюда, в конный манеж, каждый день приходят те, кто только делает первые шаги в интересном виде спорта. На лошадь они сядут лишь к 12 годам. Сколько вам лет, девчонки? Мне 8. 8 лет? Да, мне тоже 8. И давно стали заниматься пятиборьем? Год назад. Нам было скучно дома сидеть. Нам предложили пойти в пятиборье. Мы согласились. Начали заниматься пятиборьем. Я занимаюсь современным пятиборьем. Для здоровья я пошел, чтобы был здоровым всегда. А что больше нравится? Плавание нравится. Плавание больше всего нравится. Плавание интересно. Все время. Вот, поворачивай двумя руками. Хорошо, молодец. Эти ребята постарше и занимаются уже не пятиборьем, а конным спортом. Мы их застали во время тренировки по выездке. Александр ученик уже седьмого класса. 38-й средней школы Могилева один из немногих мальчишек в этом девчачьем обществе. Ну, не идут почему-то парни в этот вид спорта. Ну, лагерь уже почти вторая неделя пошла. Ну, не почти вторая пошла. И вторую неделю с этими вредными девчонками, да? Да. Тяжело? Конечно. Настроя их там штук 20-30. Но будущий мастер выездки и конкура Александр не обращает внимания и усиленно тренируется. Ну, там ездить, там иногда прыгаем, там всякие элементы, там всякие вольты, там галопы, там вольты, это круг такой. Ну, что еще? Ну, все. Соревнования скоро будут? 18-го числа. Первые? Ну, да. У меня, да. Волнуешься? А вот у 13-летней Алины первые соревнования уже прошли и успешно. Ученица 45-й школы поднялась на пьедестал. Хотя о спортивных успехах, когда пришла на первую тренировку, и не помышляла. Ну, моя мама хотела, чтобы я выровняла спину, потому что я горбилась. Мама искала разные способы, но, ну, залезла в интернет, искала всякое. То плавание, то еще что-нибудь. Потом мама спросила, не хочу ли я пойти на конный спорт, я согласилась. Мы сразу пошли к врачу за справкой, пришли сюда сразу. Первую тренировку я шагала просто. Потом попробовала рысью на корде. Мне очень понравилось. Пошло-поехало, да? Как спина? Ну, выровнялась уже. Это и стало первой жизненной победой молодой спортсменки, а за ней пришел успех и в спорте. Были первые соревнования. Вот на этом коне заняла первое место. В завершении сегодняшнего выпуска анонс некоторых событий ближайших дней. В Могилевской школе лучников завершаются чемпионаты первенства Могилевской области. Посмотреть на дуэли, а именно они будут разыграны в пятницу, можно будет во второй половине дня. В субботу стартуют чемпионаты первенства страны по триатлону. Бег, плавание, езда на велосипеде. Соревноваться участники будут на территории Печерского лесопарка в Могилеве. В футбол женский. В чемпионате страны пройдут игры очередного тура. В Бобруйске Бобруйчанка попробуют сократить отставание от Гродненской Нивы Белкарт в точном противостоянии. Битва за шесть очков начнется в пять вечера. А в Могилеве надежда будет побеждать университет из Витебска. Здесь вопрос, сколько голов забьют хозяйки матча. Любите спорт, занимайтесь спортом, поддерживайте наши команды и наших спортсменов. Ну а мы расскажем об успехах уже в понедельник на Беларусь-2. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»!